У нас в студии врач-психотерапевт Анатолий Кашпировский. Здравствуйте, Анатолий Михайлович. Я уверен, что большинству наших зрителей нет необходимости объяснять, кто вы такой, но поскольку нас смотрит и более молодое, так скажем, поколение, давайте для начала посмотрим небольшой видеоматериал о том, чем же известен Анатолий Кашпировский. Врач-психотерапевт Анатолий Кашпировский получил широкую известность в конце 80-х годов. В 1988 он провел телемост Киев-Москва, а затем еще один Москва-Киев. Во время телемоста советские телезрители в режиме реального времени наблюдали операцию удаления опухоли молочной железы у Любови Гробовской. Анатолий Кашпировский впервые в мире провел дистанционное обезболивание пациентки. Врач-профессор Королев смог прооперировать женщину без наркоза. При этом Кашпировский находился в Москве в студии Останкина, а Любовь Гробовская в больнице Киева. В 1989 году по центральному телевидению были показаны 6 передач «Сеансы здоровья» врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского. По воскресеньям вся страна дружно садилась перед телевизорами в ожидании массовых сеансов. На официальном сайте Анатолия Кашпировского можно прочитать, что за 6 часов эфирного времени он излечил от различных заболеваний около 100 миллионов человек. Анатолий Кашпировский – кандидат медицинских наук. Анатолий Михайлович, ну вот в одном из своих интервью Вы сказали, что в Вашей работе нет никакой мистики и все основано на железной логике. В чем же она заключается? От чего отличается? От мистики? Нет, в чем она заключается, Ваша железная логика, на которой построен Ваш метод? Очень трудно сказать. Во-первых, существует такая наука, как психотерапия. Она принята во всем мире, в том числе и в нашей стране. Но возможности психотерапевтические, они безграничны. И в частности, если касаться телесных расстройств. Потому что, знаете, есть две аптеки. Одна та, что вокруг человека. Человек черпает лекарства из окружающего мира. Травы, корни, ягоды всякие и так дальше. А есть еще вторая, та, что внутри. Потому что мы-то собой создаем кровь, ногти, волосы и так дальше. И это намного сильнее, потому что все у нас согласовано. А тут, знаете, наобум берутся те другие ингредиенты. И каждое лекарство имеет, всегда есть аннотация к ним. Что вот при учащении сердцебиения, при подъеме давления, при аллергии. То есть, все противопоказания. А у нас нет противопоказаний к тому, что у нас делается. Мы делаем кровь, и противопоказаний к этому нет. Ногти мы делаем, противопоказаний нет. Вот. И уместно вспомнить библейскую фразу. На эту тему. То, что внутри, больше того, что снаружи. А вот то, что внутри, а как его разбудить, как подобрать ключ. И в этом и заключается моя работа. В том, что совершенно противоречащим, общепринятым способом возбуждения внутренней аптеки я стал воспользоваться. И поэтому удалось затронуть телесную ткань. А это значит, что это десятки заболеваний, смертельных, неизлечимых, могут дать обратный ход и привести к нормальному состоянию. Анатолий Михайлович, ну вот вы сами не скрываете, что ваш метод основан на психологическом воздействии. На чем? На психологическом воздействии. В одном из интервью вы об этом признали. Но при этом вы не используете гипноз. Вот как же вы все-таки воздействуете на организм человека? Во-первых, слово метод ко мне неприменимый. Я сам уже давно стал методом. Это первое. Проведя несколько телевизионных операций, уже никаких методов не нужно. Ты появился, а ты уже необычный для восприятия. Это первое. Во-вторых, я вам задам вопрос. Вы хоть раз были в гипнотическом состоянии? Нет. Нет. Вот видите, вот и натыкаешься на полную дезориентацию людей в этом вопросе. Я вам скажу, когда вы последний раз были, сегодня утром, когда пробуждались. Потому что есть гипнотическое состояние, а вызывается оно не обязательно гипнотизерам, усталостью, дорогой, в самолетах. Все пассажиры спят. Из-за чего? Ну, сами понимаете. Там нет возможности двигаться, ходить туда-сюда. Дальше. На скучных лекциях мама ребенка берет, а-а-а, качает ребенок, значит, засыпает. Поэтому все люди дважды в сутки, утром и вечером проходят четыре гипнотических стадии. Это знает каждый студент третьего курса. Антоний Павлович, извините, перебью. Но как вы-то сами воздействуете на организм человека? За счет чего? Если это не секрет, конечно. Секрет, конечно, большой. Вот Юлия Цезарь был секрет, как он выиграл сражение. Когда его спросили, а как ты выиграл? Он ответил, в войне, в виде вицей. Пришел, увидел, победил. А я когда-то общался с Мухаммадом Алим и, глядя на его руки пианиста, я бы сказал, спросил, это правда, что вы наносили удар 700 килограммов? Он говорит, да. А как вы это делали? Он ответил, я просто выкидывал руку. Понятно. В таком духе я могу и вам тоже ответить. Анатолий Михайлович, вы в последний раз были в Перми, если я не ошибаюсь, в 2006 году. Да. И вот спустя 9 лет вы снова проводите встречи с пермиками. Это уже некая другая программа? В чем она будет заключаться? В чем труба? Моя программа в основном и тогда, и с первого раза, она была направлена на то, чтобы корректировать материю, телесную ткань. Вот, например, на наших занятиях что присутствует? Коррекция носа, дистанционно. Допустим, человек не дышит носом 20-30 лет после травмы, там, полипы, киста и так дальше. И он начинает дышать. Ровно 3 минуты уходит на это. И сразу сотня людей. И этот эффект сохраняется на бесконечность. Ну, навсегда. А плюс еще девается храп. Или возьмем исчезновение гипертонии. Тоже 3 минуты тратится. Но люди проверяют потом. Годами проверяют. Давление это устойчивое. Объяснять вам, на чем основан процесс исчезновения, причины гипертонической болезни, это долго будет. Поэтому было бы у нас больше времени, мы бы это коснулись более детально. Анатолий Михайлович, ну вот на ваши сеансы, на ваши выступления, встречи, люди идут все равно с какой-то особой надеждой, что вы поможете. Но согласитесь, что это довольно-таки большая ответственность, когда на вас надеется столько людей. Это я уже занимаюсь с этим 50 лет, и пока вроде бы нормально все шло. Кроме того, что во время телепередач более 10 миллионов было излечено. А плюс еще многие страны, где приходится постоянно выступать. Вот, например, в Америке я часто выступаю. Там ответственность за то, что как оно что могло выйти, очень высокая. Но пока что я выступаю, там, начиная с 90-го года, пока что все нормально. Значит, я ориентируюсь в своем деле. Ну вот я видел афиши ваших сеансов, если можно так сказать. И там есть такая пометка, рекомендуем при себе иметь легкие косынки и косметические зеркала. Для чего эти предметы есть? Очень хорошо, что так написали. А потому что у нас на вечерних занятиях, у нас особый акцент на очень сложные вещи вечером. Это изменение лица. В каком плане? Исчезновение морщин лица, шеи и даже увеличение или подъем груди. Потому что дряблость груди, дряблость тела. А вот изменение формы лица, это постоянно идет. А для чего зеркала? Люди смотрят перед началом, на других смотрят, 3 минуты, а потом после этого они смотрят. А почему косынки? Потому что первично я делаю без косынок. Там, скажем, допустим, в зале, ну, будем, 150 человек дали реакцию, у них кожа разгладилась. Накидывают косынку, если там в зале, скажем, 500 человек или сколько, накидывают косынку, 3 минуты играет музыка, и через 3 минуты уже у нас не 150, а 300 человек. Я же их не заставляю. Вы знаете, иногда говорят, вот, а вдруг это что-то не то. Хорошо. Я говорю, посмотрите на ваши пальчики, посмотрели. Глаза закройте, 3 минуты играет музыка, откройте. Смотрите на пальцы, поднимите руку, у кого выразится дополнительный палец? Никто не поднимает. А здесь поднимают руки. Дальше. Изменение цвета зубов. Зубы, да, становятся очень белыми. Даже это возможно? Даже это возможно. И исчезновение старческих пятен. Знаете, с возрастом у людей на руках возникают желтые такие пятна. И это как-то неуютно. Неуютно. Сразу визитная карточка. Я человек старый, у меня пятна. Потом, коррекция стопы. Потому что часто у людей бывают наросты в основании большого пальца. Вы можете представить, за 3 минуты в зале возникает где-то 10-20% тех, у кого стопа выравнивается, пальчики выравниваются. Или, допустим, снятие колец с пальцев. Артрит, артрот. Как ты снимешь кольцо, которое 40 лет? У нас снимается. Анатолий Михайлович, благодаря своей деятельности вы практически сразу же вошли в народный фольклор. Про вас придумали много анекдотов. Не бежайте, если вы вообще на такой юмор, на те пародии, которые на вас придумали юмористы. Есть ли, может быть, у вас любимый анекдот про Анатолия Кашпировского? Я не обижаюсь, а сожалею об ограниченности ума людей, которые, серьезную вещь, которая предназначена для спасения людей, для оказания им реальной помощи, превращает в какие-то анекдоты и шутки. Самый распространенный вот, что я пользуюсь случаем. Мол, пришли ко мне однажды какие-то женщины полные, и я, блеснув своей философской глубиной, так как автор этот является полностью ограниченный человек, и я, мол, говорю, жрать надо меньше. Я такого никогда не говорил. Разве тут есть философия, скажешь, жрать надо меньше? Да это любой извозчик скажет. А это, между прочим, в интернете гуляет. Вот он, Кашпировский, так вот сказал, жрать надо меньше. Хорошо. Анатолий Михайлович, спасибо вам огромное за беседу. Я напомню, что на студии был Анатолий Кашпировский. Ну и добавлю, что... Да, ну и добавлю, что, безусловно, каждый сам для себя решает, чему верить, а чему не верить. Но главное отдавать себе отчет, какие могут быть у этого решения последствия.